приветствую зрители это парк дубки находится он в темирязевском районе москвы недалеко от станции метро темирязевская недалеко от мцд темирязевская и недалеко от дмитровского шоссе границы парка проходят по ивановскому проезду по улице немчинова и по улице дубки история парка началась в 1870-х годах когда на территории нынешнего парка и в близлежащих окрестностях был образован дачный поселок для профессорского и преподавательского состава сельскохозяйственной академии если я не ошибаюсь официальное название было петровско-разумовский в народе обиходное название закрепилась соломенная сторожка поселок этот просуществовал здесь до начала 60-х годов прошлого века где-то к 1964 был полностью снесен хотя надо сказать на ивановской улице осталась одна дача каким-то чудом уцелела волейбольная площадка видна вдали помимо волейбольной площадки здесь есть еще и детские игровые площадки также здесь есть площадка для бадминтона и бассейн 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 появился недавно а вот пруд кстати это вовсе не пруд а естественное зерцо в которое кстати великую отечественную войну попало несколько авиабомб из-за чего очертания зерца изменились до неузнаваемости в существовавшем здесь дачном поселке было немало знаменитых гостей здесь бывали владимир гиллеровский александр куприн лев николаевич толстой антон павлович чехов пустовский булгаков михаил пришин и другие еще порядка 20 домов дачных жейско товарищество соломенная сторожка остались по улице в учетича но к рассматриваемому парку дубки та часть поселка отношений не имеет чтобы туда попасть нужно пересечь сначала улицу дубки с трамвайными путями затем темирязевскую улицу ну и пройти немного до улицы в учетича ну как вы поняли по первым кадрам здесь вводится и рыба насколько я знаю здесь есть карась ротан и верхоплавка благоустройство этого парка прошло в 2019 году но теперь можно и прогуляться не только вокруг озера прудаем но и в других частях парка на краю парка в ивановском проезде есть церковь николая святителя у соломенной сторожки воссоздана церковь в 1997 году по проекту федора шехтеля именно такая церковь здесь до 30-х годов прошлого века находилась ну к сожалению мы ее не увидим я до туда не дошел говорю я это для тех кому вдруг захочется что-то здесь посмотреть какие-то достопримечательности ротонда перед нами на ее месте 80-е годы стоял терем деревянный названием парка дубки неспроста появилась это дубовая роща и на данный момент здесь преобладают дубы хотя я читал что великую отечественную войну здесь очень много берез попилили для того чтобы замаскировать не то большой театр не то еще какие-то объекты в москве по краю парка по улице дубки ходят трамвай это старейшая трамвайная линия еще до трамвая здесь ходил состав на правой тяге потом появились трамваи конечно той железной дороге уже ничего не осталось неоднократно полотно менялась но сам исторический факт что можно сказать по поводу кафе парк на самом деле совсем небольшой я знаю что есть ресторан в доме 6 по улице дубки позже я покажу это здание что то есть около храма святителя николая есть кафе кофейня с улицы немчиного вход недалеко от нового бассейна или даже на его территории а вот и зеленая часть парка те самые дубы говорят что здесь есть дубы которым по 150 лет детские площадки здесь также имеются есть для скажем так школьников а есть и для совсем малыш не под дубами очень конечно тут даже темно надо сказать и в жаркую погоду самое место где скрываться от жары от пекла здесь довольно много дорожек и довольно таки хорошо сделанных никто даже не думает ходить вне дорожек в этом нет необходимости дорожки все очень удобные любой момент можно повернуть в понравившуюся сторону на сегодняшний день о судьбе парка можно не беспокоиться хотя были случаи насколько мне известно 2 в разные годы когда этот парк хотели вырубить и застроить но всякий раз местные жители отстаивали его что ж можно только им поаплодировать за это парк действительно очень красивый уютный и насколько мне известно охраняется юнеско кто здесь обитает из животных ну я видел огарей этих красных уток потом кого и одну белку видел и птицы больше тут никого не наблюдается поскольку здесь совсем недалеко и темирязевский парк который по сути лес возможно здесь по ночам и совы появляются возможно есть соколы но поскольку я не местный житель ничем по этому поводу сказать не могу не видел вот сейчас там впереди как раз есть детская площадка для самых маленьких скоро уже подойдем к еще одному объекту достопримечательности это будет насыпная горка кто ее насыпал когда и с какой целью честно говоря информации нет у меня используется эта горка летом наверное как обзорная площадка хотя там особо обзревать нечего ну а зимой детвора катается с этой горки ну и кто на чем может у кого что есть горка небольшая на самом деле сейчас вот уже приближаемся к ней вот юные натуралисты скворечников тут много понапривязывали надеюсь а может прибили не знаю и вот впереди эта самая горка есть лесенка по которой можно подняться на эту горку и сейчас мы увидим ее с другой стороны вот так она выглядит с нее можно кататься и рядом находится вот дом 6 по улице дубки в этом здании есть школа рисования шахматная школа ресторан еще какие-то объекты офисы не знаю вроде магазин какой то есть может интернет даже магазин на этом все я с вами прощаюсь всего доброго и пока а 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 Продолжение следует...